Дамы и господа, настало время главного боя турнира в Академии единоборств РМК. Представляю вам 10-ти раундовый поединок в суперполусреднем весе до 69,9 кг. Встречайте, в синий угол ринга, воец из города Балашиха, Россия, Александр Шаронов! Ну что ж, главное событие, как было озвучено Дмитрием Раковым, Александр Шаронов против Дмитрия Михайленко и первым проследует в ринг Александр. Боксер, на счету которого 9 побед, 4 нокаутом, 2 поражения, 2 ничьих. Поражения все по очкам. Александр Шаронов провел свой предыдущий поединок против дезки Александра Иванова в Екатеринбурге в декабре 17-го года. Это был очень зрелищный бой, очень насыщенный. Тогда, к сожалению, для себя проиграл по очкам Александру Иванову Александр Шаронов. Вообще карьеру начал он в марте 14-го года. Случилось это у себя на родине, Палашики. Тогда победил техническим нокаутом Джорджа Иванова в третьем раунде Александр Шаронов. Ну что ж, Александр уже в ринге и ждет своего более титулованного, более именитого соперника. Его соперника, представляющего город Гиринджи, Дмитрий Михайленко. Ну а теперь Дмитрий Михайленко. 22 победы, 10 нокаутом. 3 поражения все по очкам. Диме 32 года уже. Карьеру начал он в июле 2009-го. Я практически все его первые поединки видел живьем, да. Могу похвастаться этим. Всегда отличался Михайленко очень плотным, насыщенным стилем. Всегда много бил. Успел повыступать, кстати говоря, не только в России. И был в Монреале, в Квебеке. И завоевал там вакансный пояс USB в полусреднем весе. Выступал в США. Но вот, к сожалению, для себя два предыдущих поединка Дима проиграл. В простом углу боец из города Балашиха. Ему 26 лет. Рост 170 сантиметров. Вес 69 килограммов. 300 граммов. Профессиональный рекорд. 13 боев. 9 побед 4 одержаны нокаутом. 2 поражения. Дмитрий Механик. Дмитрий Механик. Дмитрий Механик. Дмитрий Мехаиленко. Прихорей Ираклий Малазани. Что делать, знаете. Покажите чистый бой. Внимательно слушайте моей команды. Пожмите руки. По углам. Итак, первый раунд. Оба боксера после поражений. Оба должны быть мотивированы, по идее. Вот поэтому для Дмитрия Михаиленко еще один экзамен поединок с Александром Шароновым. Он говорил о своем предыдущем бою против Ислама Думанова, который, к сожалению, для себя проиграл, что это экзамен. Вот у него такая переэкзаменовка. Ну, для Александра Шаронова это хорошая. Если в случае победит Александр, для него это хорошая заявка. Да, это хорошая заявка для Александра. Хорошая заявка о себе. Вот пока Дмитрий, плотно перекрывшись, подбирается к сопернику. Подходит на ближнюю дистанцию. Проходит у него, смотрите, сейчас. Справа боковой. Шаронов из тех бойцов, которые, в общем-то, могут и любят порубиться на средний ближний. К разменам он привычен. Поэтому, если Михаиленко заведется, то, я думаю, Шаронов этот вызов примет. Пока плотно перекрыт Михаиленко. Отвечает Шаронов левым боковым. Смотрите, дает Михаиленко поработать Шаронову. Пока не включаются оба еще бойца. Оба так присматриваются, конечно. Но первый раунд из десяти запланированных, я думаю... Да, дистанция, в принципе, достаточно длинная. И время еще есть. Торопиться очень опытный у бойца. Конечно же, особенно Дмитрий. Ну, кстати, первый, ну, официально первый десятираундовый поединок в карьере для Александра Шаронова. До этого он боксировал восемь раундов несколько раз. И четыре раза, пять раз проходил полностью дистанцию восьмираундового поединка. Смотрите, так, к концу раунда начал включаться Дмитрий. И несколько успешных попаданий было с его стороны. Без сомнений, конечно, на стороне Дмитрия там огромный гигантический опыт. Да, Дмитрий гораздо опытнее. Но, в свою очередь, для Александра это тоже огромная мотивация. Отвечай, отвечай, отвечай. Концовочка была. Здесь, да? Собери, стабили. Хорошо! Ох, такую ротку под конец раунда затеяли бойцы. Прекрасная такая у нас концовка получилась. Хорошая огненная заруба в самом конце раунда. Но, на мой взгляд, раунд первый абсолютно равный. Я лично все же, наверное, не отдам явного предпочтения ни тому, ни другому боксеру. Хотя у вас, коллега, может быть, другое мнение. Это абсолютно нормально. Да, мы не являемся профессиональными судьями. И, на мой взгляд, очень близкий первый раунд. Поэтому тяжело сказать, кому бойцов отдадут его судьи. Но, я думаю, дальнейшие еще события будут разворачиваться. И мы с вами увидим еще очень много интересного в этом поединке. Ну, вот, меня интересует еще такой момент. Я просто не успел с Дмитрием пообщаться до поединка. Не наелся ли он боксом вообще? Не надоел ли этот спорт психологически, да? Да, именно так. Я думаю, все покажет этот бой. Опасный удар по туловище мы видим от Александра Шаронова. Несколько раз он защитился. И, посмотрите, пошел вперед. Он пытается теснить Дмитрия. Да, пошел Шаронов вперед. Пытается, пытается включить такой, заставлять больше работать своего соперника Александра Шаронова. Хорошо сейчас пробил такую серию Михаиленко. Для Александра, наверное, нужно вот такое вот давление на своего соперника, для того, чтобы заставлять больше работать Дмитрия Михаиленко. Но если нас ждет все 10 раундов вот такая рубка, я только за, например. Да, и тут, конечно же, в очередной раз выйдет вопрос о функциональной выносливости. Мы все помним поединок Михаиленко с Исламом Думановым, например. Да, и мне показалось, что во второй половине поединка так снизил темп, существенно снизил темп Дмитрия Михаиленко. Насколько он хорошо готов на все 10 раундов на этот раз? Это тоже вопрос определенный. Вот здесь, смотрите, такую серию ударов выбрасывает Михаиленко. Побольше он бьет все-таки, чем Шаронов. И по корпусу очень неплохо нагружает сейчас Александра Шаронова. Ну, вот могу сказать, что сейчас такой хороший эпизод, хороший боевой отрезок в раунде для Михаиленко. Другое дело, что... Да, под концовку он выбросил много ударов. Дима не отходит. Он остается перед соперником и позволяет тому попытаться вернуть все пропущенное. Да, принимает все удары на блок. Оба бойца, в принципе, настроены на такой размен на средней дистанции. Вот, смотрите, там два боковых слева прошли у Михаиленко. Так, развернул он соперника к канатам. И чуть ли не первый клинч у нас за поединок, по-моему. И смотрите, бойцы сами разошлись, и Михаиленко вышел с ударом из клинча. Ну вот, очень все так огненно, очень все плотно. И в инсайде Михаиленко работает достаточно насыщенный, я скажу. Но Дмитрий всегда очень хорошо работал на ближней и средней дистанции, вот здесь, в инсайде. Никто не хочет дуэли джебов, никто не хочет этих шахмат и фехтования. Пока все очень хардкорно. И над левым глазом у Александра Шаранова образовалась уже определенная гематома вследствие ударов. Да, Александру Шаронову сейчас не позавидуешь. И должна его команда грамотно отработать. Я имею в виду катмана, в первую очередь, конечно. Но по второму раунду скажу, что во втором раунде Михаиленко был получше. Но это мое, опять-таки, мнение сугубо. Вы, друзья, можете с ним не соглашаться, это ваше право. Не очень слышно, что говорит Андрей Лепихин по ему подопечному. Подсказывают, да, здесь в углу у Дмитрия Михаиленко. Не всегда идти так вперед, не тратить пока очень много сил. И чередовать двухударные комбинации с трехударными. На повторе видно, что действительно хороших эпизодов, наверное, во втором раунде было больше за Дмитрием. А у нас третий раунд. Напомним, поединок в полусреднем весе. Десять раундов запланировано. Александр Шаронов против Дмитрия Михаиленко. Два российских боксера. Черные трусы. Дмитрий Механик, Михаиленко. Синие трусы Александр Шаронов. Вот, посмотрите, попытался сократить дистанцию Александр Шаронов. Но Михаиленко все равно пойдет поближе. И пойдет с ударами. Вот сейчас он опять дает поработать Шаронову. Переждет. Я думаю, постарается провести серию. Ход подбирается на удобную дистанцию Михаиленко и начинается работа. При этом не забывает так прихватить шею соперника. Опа, здесь неплохо попадает Михаиленко. Да, коротким левым боковым. И тут же начинает развивать свою атаку. Многим, многим большим количеством легких таких ударов набрасывает. Опа, такая рубка. Хорошо попадают оба. Кстати, умение работать в инсайде. Не часто встретишь у именно российских боксеров. Особенно у тех, у кого была хорошая любительская школа. Потому что, например, я не знаю, как сейчас, но раньше в России любители совершенно не учили работать в инсайде. Чего не скажешь о тех же американцах. Не дает, не дает сейчас Дмитрий выйти из угла своему сопернику. Поджал он Александра туда и попытался выбросить большое количество ударов. Вот если раньше Михаиленко больше защищался корпусом, именно такими-то уклонами, да, маятником, то сейчас он больше защищается именно на руках. Да, очень много подставок и принимает большое количество ударов на блок. А вот он застоялся немножко, Дмитрий, уже у канатов. И, в свою очередь, Александр пытается развить. Дима хотел взять паузу, а Саша этим решил воспользоваться и правильно делает. Так, ну тут спокойно на ногах уходит Михаиленко. Но и при этом не пытается, да, разорвать дистанцию. Опять все, скорее всего, закончится рубкой на средней. А вот и работа корпусом. Показал Михаиленко, что еще умеет, еще может. Хорошо, слева по корпусу попал Михаиленко. Хорошая комбинация, да, который закончил левым крюком в туловище Дмитрий Михаиленко. Но у Дима настоящий темповик. Вот пока что мы видим в первых трех раундах, что никуда его умение набрасывать, накидывать удары не делось. Ну и, наверное, в третьем раунде тоже, несмотря на конкурентность, все же, на мой взгляд, Михаиленко был получше. Вот опять-таки мое субъективное мнение. Хороший раунд для Димы. В принципе, неплохой для Александра. Но чуть-чуть тактику, мне кажется, нужно менять в углу Шаронова. Ну и еще раз напомним, очень прочные парни не проигрывали досрочно ни тот, ни другой. Ну, у Михаиленко, например, есть победа, причем досрочная победа над когда-то грозным панчером Брэдисом Парискоттом, которого Дима практически выкинул с ринга. А Брэдис Парискотт побеждал самого Амира Хана, кстати говоря. Да, мы помним тот поединок, он проходил в Екатеринбурге, в Дивс-арене. Все начинается пока на дистанции. По корпусу проходит удар у Шаронова. Тем же пытается отвечать Михаиленко. Дима сейчас подойдет поближе и начнет свою песню. Он еще начинает разгоняться, чувствуется, что Дмитрий Михаиленко. Раунд к раунду потихоньку начинает включаться. Видимо, неплохо готов функционально все же. И пока еще бензин... Бензина полон бак. Вот так, витиевато обозначим ситуацию. Вот стал уходить вниз Шаронов. И почему бы не вспомнить Михаиленко про, например, апперкот слева. И смотри, коллега, стал все так чаще Шаронов опускать руки. И здесь напрашиваются боковые короткие. Ну, вот где-то, наверное, в размене, на мой взгляд, мне кажется, пока в данный момент так помощнее выглядит, конечно, Дмитрий Михаиленко. А он спокойно все удары Шаронова принимает на себя, пока они его не беспокоят, по крайней мере, явно. Дает промахиваться. Потеря капы от Александра Шаронова. Ну и вот по Михаиленко видно, что он еще горячий. Он еще не остыл. Он готов. Он хочет. Работать. Поменял способ защиты Михаиленко. Передал привет мастерам старой американской школы. Системы Флойд Мэйвезер Джеймс Тони. Защита корпусом от Шаронова. Удается Александру развернуть Дмитрия Михаиленко спиной к канатам. Но это не мешает Дмитрию наносить короткие удары. Главное не ставить подсечку в этом случае. Мэйвезер Дмитрия. Главное не ставить. Мэйвезер Дмитрия. Мэйвезер Дмитрия. Мэйвезер Дмитрия. Еще надо было. Опять спокойно подходит Михаиленко на ближнюю. Смотрите, там дал промахнуться Шаронову. Вот по-разному, кстати, старается Михаиленко защищаться. Вот я заметил, что у него то за блоком подходит, то а-ля Джеймс, то не вот так перекрывшись, то просто корпусом защищается. И, пожалуйста, в инсайде, по затылку зарядить, пока судья не разнял самое оно. Задвигался Александр Шаронов на ногах, а у нас закончился четвертый раунд. Ждем пятый. Носом вдох, резкий выдох. Ха! Вы смотритесь. Ха! Пока-сь. Тим чуть про-тай, никто. Угу. 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 Пятый раунд, дорогие друзья. Поединок плотный, насыщенный. Главное событие, как-никак, сегодняшнего вечера бокса профессионального. Стал позволять себе опускать руки Александра Шаронова. Ну и может за это Александр Шаронов поплатиться. Вот, пожалуйста, короткий боковой справа от Михайленко, когда он ушел корпусом от встречного удара Шаронова. Вот опять за блоком подходит Михайленко. Ловит Шаронова левым боковым. Смотрите, в инсайде не забывает обрабатывать, как выражаются боксеры, пузо. Ну, в общем, живот Дмитрия Михайленко. Очень хорошо короткими такими апперкотами обрабатывает в данный момент корки. Вот еще раз я хочу пощеркнуть. Именно умение работать в инсайде всегда отмечало ту же американскую старую школу. Вот здесь попадает неплохо Шаронов. Порой периодически даже специально где-то Михайленко подставляется. Опять отличный крюк по туловище от Дмитрия. Четко вовремя бьет этот удар. Настоящий такой сформер, темповик Дмитрия Михайленко. Да, не панчер. Но там наш имеет свойство накапливаться. Очень-очень вовремя бьет Дмитрий. Чувствуется, конечно, огромный опыт. Вроде оба бойца работают практически немножко в одинаковом стиле, но где-то поточнее, поувереннее. И выброшенные удары Дмитрия, на мой взгляд, пока точнее. Абсолютно не буду спорить. И не пытается разорвать дистанцию Шаронов, кстати. Смотрите. Он остается тоже... Для Александра это тоже вроде бы его удобная для него дистанция. Но здесь как раз-таки соперник имеет преимущество, опытнее и точнее. Да, если вспомнить бой Михайленко и Ислама Думанова. Ислам очень много работал на ногах, очень много работал вторым номером. И использовал пространство ринга по полной программе. Здесь немножечко все по-другому. Хотя ринг... Ринг нормальных таких размеров, хороших. Здесь можно побегать, если надо. Есть вопрос стиля. Согласен, согласен. В принципе, не в таком стиле сам по себе, не такого стиля боксера Александра Шаронов. Шаронов. Мы видим, по-моему, там еще и под правым глазом сечка. И гематомка появилась. Скажем, рассечения, сколько гематома от пропущенных ударов. Бланш. Я не знаю, мне кажется, ничего опасного, не видно. Легкая карусель под конец раунда. Ждем следующую трехминутку. Добавил сироп-класс. Добавил сироп-класс. Играя, стиля. Играя, стиля. Играя, играя. Ну, так же, ток. Олег, спокойно. Перешел за экватор поединок. У нас шестой раунд. Напомним, Александр Шаронов против Дмитрия Михайленко. Поединок в рамках полусреднего веса до 66,7 кг. Лисовая категория. Дмитрий Михайленко. Если вы не знаете, как он выглядит, то это мужчина в черных усах. Его соперник Александр Шаронов. Боец в синих шортах. Еще два удара попал Дмитрий. И вот перестал успевать Александр Шаронов на этой дистанции. И была у него попытка поиграть на ногах, разорвать дистанцию. Вот, наверное, может быть, стоило немножечко подсушить поединок. Потому что здесь, как ты, коллега, справедливо говорил, дистанция вроде бы удобная для Шаронова, но начинает седать его Михайленко. Но соперник на ней более искушенный. Ну, посушить поединок для Александра здесь тоже достаточно сложно. Вот здесь на средней дистанции Дмитрий не даст ему это сделать. А именно подвигаться на ногах тут достаточно проблематично для Александра, так как он не такого стиля боец, возможно. То есть не сможет он перестроиться по ходу поединка. Не настолько, мне кажется. И смотрите, насколько плотно и жестко много ударов вколотил в этом раунде уже Дмитрий по туловищу своему сопернику. И все чаще-чаще стал Шаронов застаиваться. Там мы видим, что он не уходит от канатов. Поджал, поджал в данный момент Дмитрий Александр канатом и практически не выпускает его из угла. И перестал бить Шаронов апперкоты, чтобы достать Михаленко, который периодически уходит вниз. Так, ну вот смотрите, сейчас ситуация для Шаронова была хорошая, но... Потеря капы. Вроде бы, да. Уже вторая за это поединка. Поджал, поджал Михаленко Шаронов. Вроде бы провел серию, но затем Дмитрий перехватил ситуацию. И очень плотно, плотно, несколько раз попал по туловищу. Таймин. Бокс. Стоп. Три удара. Бокс. Продолжается поединок. Хороший апперкот от Шаронова, кстати говоря. Вот ему бы чуть-чуть оттянуться, вот чуть-чуть работать в оттяжечку. Я думаю, это понимает и Дмитрий, он не дает этого сделать. Он в нужный момент очень плотно прижимается, давит на соперника. Бокс. Вот смотри, была неплохая комбинация, кстати, от Александра. Вот джеб. Джеб, в принципе, то, что нужно Шаронову, чтобы хотя бы попытаться держать на джебе Дмитрия хотя бы какое-то время. Стоп, 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 стоп. Хорошо. Стоп, стоп. Незаметно пролетел раунд. Ну и, на мой взгляд, в этом раунде поактивнее, поточнее и поагрессивнее был Дмитрий Михайленко. Соглашусь, нас ждет седьмой раунд. Еще. Еще. Такой, плохо выглядит. Ну а с Антохом, то он выглядит. Сантохом, то он выглядит. Седьмой раунд. Седьмой раунд. Дмитрий Михайленко против Александра Шаронова пошел в атаку. Александр прошел, у него апперкот справа. Начало неплохое для Шаронова. Михайленко опустил руки. Пытается раздергивать соперника. Мы видели, как в предыдущем раунде пару-тройку раз так плотно поджал канатом. Александр Шаронова Дмитрий и неплохо так понагружал сериями ударов. Хорошая комбинация Дмитрия, которую он закончил левым крюком по туловищу. И опять, пожалуйста. И вот только на секунду застаивается Александр Шаронов. Тут же выбрасывает большое количество ударов Дмитрия Михайленко. Практически все удары принимает на себя Александр Шаронов. И это удобно Дмитрию. Вот там сейчас несколько ударов, правда, прошли у Шаронова точных. Вот как раз-таки, да, про подставки. А Джеба защищается локтями. Два раза это Дмитрий прекрасно нам продемонстрировал эту защиту. О, здесь боковые. И снова, снова бомбежка по туловищу от Дмитрия. Но нужно отдать должное Александру Шаронову. Он пока все держит. Без сомнений. И не снижает. И пытается, да, перехватить инициативу сам. Все-таки, наверное, уже... Опа! Зацепил, мне показалось, сейчас Михайленко Шаронова. Отвечает Шаронов боковыми ударами. Тоже молодец. Простань, достань! Простань, взяли, 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 взяли. Вот, куда же, куда же. Но включился Дмитрий, переключился на туловище. Опять прекрасная подставка от Джеба от Дмитрия Михайленко. Вот здесь попадает. Шаронов пропускает, правда, сам. Там обменялись боковыми боксеры. Ну, а теперь разворачивать соперника нужно Михайленко. Вкусное замечание от Аракли Малозонии. Смотрите, как работает Михайленко. Правда, успел он несколько ударов там пропустить. Вот, на мой взгляд, не хватает немножко, наверное, Александру Шаронову скорости. Именно, что я имею в виду, скорости пробить и тут же уйти в сторону хотя бы, сместиться. Ну, то есть... Коллега, я думаю, ты не понимаешь, что имеешь в виду. Наиболее яркие эпизоды, закончившегося раунду. Бабах! Точно попадает Дмитрий, мы видим. Левым крюком. И апперкот. А у Александра в этих эпизодах удары немножко смазанные такие. Большой раунд. И вот опять, смотрите, начинает вроде бы неплохо Шаронов, но по площадям. Три раунда у нас еще остается запланированных в этом поединке. Начало очень хорошее для Шаронова. Несколько ударов они бы прошли точно. Все время держать соперников на прижиме, не давать тому самому пробить, это, наверное, очень важно. Да, многие аналитики, которые делали предсказания перед этим боем, очень много внимания уделяли, в каком функциональном состоянии будет именно как раз-таки Дмитрий Михаиленко перед этим поединком. И вот пока каких-то особых признаков усталости мы не видим с его стороны. Да, я помню это знаменитый интервью Тедди Атласа по поводу боя Шаронов-Михаиленко. Вот смотрите, как начинает работать Шаронов, и тут же вяжет его Михаиленко. И смотрите, перехватывает, перехватывает Атласа. Перехватывает Атласа. Мощный боковой от Михаиленко, но Шаронов тоже настоящий воин. Здесь так, может быть, специально даже где-то вызывает на себя Шаронова Михаиленко. Вот Александр опустил руки. Открывается, да. Включается Дмитрий Михаиленко, попадает в несколькие удары, причем не вкладываясь в них, он просто набрасывает их, оправдывая свое прозвище, механик, просто так перерабатывает. А вот и джеб. Михаиленко, в принципе, умеет джебом. Но по ходу этого поединка не всегда считает нужным использовать джеб. Вот уже сейчас, да, сейчас уже видно, что изрядно подустал Александр Шаронов. Ну и не сказать, что такой же свежий, как в первом раунде Михаиленко, хотя, по-моему, у него чуть-чуть побольше силы. Да, побыстрее, кажется, немножко Дмитрий. Ну и не дежей, возможно, немного. Да, ну и не все удары он из себя принимает подряд, да, он какие-то где-то дает промкнуться Шаронову. Да, вот у Александра есть такой, скажем, успешный эпизод, он поджал сейчас к углу Дмитрия. И, возможно, Дмитрий постарается прям этот раунд закончить вот тут в углу, для того, чтобы остаться сразу в своем углу и не идти далеко на перерыв. Опа! А вот тут и попадание было от Дмитрия. Да, но повезло Шаронову, что не упал, но так... Хотелось бы повтор посмотреть этому моменту. Да. Вот так был где-то на грани нокдауна, наверное, Александр. Ну что ж, нас ждет девятый раунд. Вот открой. Чуть поменьше. Расслабься. И когда болтаешь ему, теряешь этот момент. Понял? Теряешь. Ха! Нам показывают Дмитрия Михаиленко и наиболее яркие моменты. Там такой был момент, кстати, хороший. Ушел от удара Михаиленко и тут же пробил сам. Девятый предпоследний раунд поединка. Дмитрий Михаиленко против Александра Шаронова. Очень все плотно в этом сражении, очень насыщенно. Бои делают стили. Там по корпусу прошли удары у Михаиленко. Тем же самым отвечает Шаронов. Но Дима пока выбрасывает больше, взрывается из серии. Смотрите, как взрывается Михаиленко сейчас комбинация на средней дистанции. Берет паузы, спокойно причем. Причем спокойно берет короткие паузы и бьет снова. Даже не пытается встречать джебом Шаронов соперника. У нас рубка на ближней. Работа в инсайде. Вот, кстати, очень хорошо в инсайде пользовался апперкотами. Бывший чемпион мира. Забыл по какой версии и в каком весе. По-моему, в легком. Брэндон Риас. Недавно нокаутирован. Он когда был в хорошей форме. Он очень хорошо работал апперкотами. Михаиленко, смотрите, чего делать в пятом раунде. Силы еще есть. Вот и про апперкот вспоминает тоже, кстати говоря. Опять быстрая работа на ближней дистанции от Дмитрия. Правый крюк также достигает цели от Михаиленко. Да, бьет он по корпусу. Безусловно, Александр Шаронов тоже попадает. Да, вопросов нет. Да, вопросов нет. Безусловно, тоже много ударов Александра, но, опять же, повторюсь, точнее, возможно, и где-то комбинационнее выглядит Дмитрий. Ну и посвежее в какие-то моменты. Плюс огромный опыт. Он вырывается в нужные моменты. Прекрасно показывает хорошее чувство соперника, тайминг. Плюс, пусто, пусто! Отлично! 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 Уже меньшая минута до конца раунда. Шаг назад! Папа! Правая на правую. Мы с вами и видели, но устояли оба. Еще раз, оба очень прочные парни. Идет вперед Михаиленко. Вот сейчас ненадолго он разорвал дистанцию. Сейчас будет сокращать. И работать в инсейте. Что он любит и умеет делать. Поджал, поджал. Под концовку девятого предпоследнего раунда. Опа! Попал несколько раз. Взрывается, взрывается Михаиленко и клинчует. Шаронов все правильно делает. В такой ситуации лучше заклинчевать. Великолепный поединок. И нас ждет заключительный десятый раунд этого боя. Невероятно, но факт. Ждем. КОНЕЦ Добро пожаловать на наш канал! Средний вес. Два российских боксера устроили очень зрелищную рубку на протяжении всех 10 раундов. Работа Михаленко по корпусу в инсайде. Вот попытался срубить Шаронов соперника. Смотрите, начинает потихонечку из-за гематомы закрываться левый глаз у Александра. Я думаю, не проблематично, так как у нас заключительный это уже раунд. Да, к счастью, для Александра это хорошо, что 50-й раунд. Вот это как раз-таки наш удар. Ну и больше стал как-то Шаронов пить по площадям именно. И успевает, успевает вот именно за счет подставок, да, нейтрализовать эти удары. Да, Дмитрий очень хорошо защищается в этом поединке, мы видим, иногда корпусами, иногда подставками. Вот опять точный удар левый боковой от Михаиленко. Там еще успел механик уйти от апперкота. Спокойно подходит на удобную для себя дистанцию Михаиленко. Да, и дает возможность Александр поджать к себя канатом. И вот здесь вот даже пока не пытается сместиться, но, видимо, он защищается. Там он уже пару апперкотов пропустил. Ну, Диме, может быть, тоже чуть-чуть вот оттянуться, чтобы было пространство для мощных ударов. Этим самым Дмитрий забирает очень большое количество сил, давя вот так вот на соперника, наваливаясь немножко на него. Очень скоростная работа в большом количестве ударов по туловищу. Ну, если бы у нас была компьютерная статистика, наверняка этот поединок стал бы самым плотным поединком. Самым большим количеством ударов по туловищу. Да, на первом месте. Да, по любой части делаем даже, кажется, не только по туловищу. Ну и по туловищу в том числе, да. Еще, портально встань! Побыстрее, побыстрее! Подзять, подзять! Пойди здесь, пойди здесь! Пойди! Пойди, отпусти, отпусти руки! Вот опять попадает Михаиленко. Остало много защищаться уходами вниз корпусом Александра. Меньше 10 секунд у нас остается в этом насыщенном бою. Не держать, не держать! Ждем судейское решение, дорогие друзья! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Флаг геленджика, блин, тупо забыл, просто в спешке собирались. Ночью улетали и забыл, так за мной флаг геленджика. Геленджик, новороссийск, Татьяна. Все, всех люблю, всем привет! Танечка, тебя больше всего! Ну что ж, сейчас будет объявлено судейское решение в этом поединке. Субтитры создавал DimaTorzok Победа держал Дмитрий Михайленко! Ну что ж, наши поздравления Дмитрию Михайленко. Победа непростая, но абсолютно заслуженная. Закрывает в какой-то степени он свое предыдущее поражение. Возвращается в дело. И, конечно же, огромнейшее уважение очень стойкому и очень боевитому Александру Шаронову. На этом мы заканчиваем прямую трансляцию из РМК-арены Академии Единоборств РМК. До новых встреч, дорогие друзья! Всего доброго! Академия Единоборств РМК завершен. Но мы с вами еще не раз встретимся здесь, чтобы стать свидетелями новых побед! Доброй ночи, Россия!